Так получилось, что под управлением губернатора Осипова почти весь Забайкальский край был отдан под концессионные соглашения. Это касается и газификации Читы, и строительства школьных и дошкольных учреждений по всему региону, и еще много чего концессионного. Из правительственных каналов мы слышим о том, что эти самые соглашения якобы облегчат быт забайкальцев и вообще край заживет новой жизнью. Однако на практике люди видят совсем иное. Далеко ходить не надо, взять ту же газификацию частного сектора краевой столицы. Сколько уже по этому поводу было скандалов не сосчитать. Сюда же смело можно добавить и истории со строительством школ, которые сдавались федеральным министрам недостроенными. Все эти скандальные прецеденты местная власть старается замять на местах и по-тихому, но не в этот раз. Начало большому разбирательству положило обращение депутата города Борзи к заместителю генерального прокурора России Дмитрию Демешину. Народная избранница на личном приеме прокурора пожаловалась на то, что уже на протяжении года борзинцы не могут дождаться начала строительства детского сада по концессионному соглашению. С прошлого года они мне задают вопрос, когда все-таки будет закончено строительство, вообще, в принципе, начато строительство детского сада. Острая необходимость в нем существует, количество детей у нас не уменьшается, только растет. То есть хочу обратить понимание на эту проблему, что строительство сада у нас еще не начато, но оно необходимо. Держать ответ перед заместителем генерального прокурора России губернатор Осипов поручил новому старому вице-премьеру правительства Алексею Гончарову, который уже успел до этого отличиться своей деятельностью в региональном Минстрое, после чего покинул пост министра, а сейчас занимает кресло целого зампреда. Он реализуется в рамках концессионного соглашения, которое было заключено 21 декабря 2022 года. Дата создания объекта – это конец 2023 года, 30-е, 12-е, 23-е. На сегодняшний день по факту эта дата сорвана. Мы понимаем, что концессионер этого поколения для нас является, конечно, проблемным. Все наши претензии к концессионеру направляются на сегодняшний день. Есть требования, чтобы концессионер представил информацию о привлечении собственного финансирования в этот объект. Дополнил картину и первый заместитель председателя правительства Андрей Кефер, который до этого в первых рядах прогуливался с концессионером по стройкам и рассказывал на камеры правительственных телеканалов о том, как же здорово заключать концессионные соглашения, и что для региона это отличная возможность развиваться, не тратя сразу огромные деньги. А сейчас, когда концессионер уже больше года не может даже начать строительство детского сада, господин Кефер занял совсем другую позицию. Вопрос перезрелый уже, что называется. Дело в том, что он ведет несколько концессионных объектов, и там по всем по ним слабая строительная готовность. Мы не раз и не два указывали концессионеру на то, чтобы он, ну, а, ускорился. Если в противном случае передал нам полномочия по строительству, он по некоторым, по шести школам принял положительное решение, мы их забрали. Если бы нам его как-то общими усилиями принудить, чтобы он эти детские сады нам отдал, а у него их четыре, ну, два по городу Чте с более-менее строительной готовностью, а Акша и Борзя, ну, так скажем, со слабой, то тогда мы бы лучше сами, я думаю, достроили и сдали бы эти объекты в срок. Речь идет про компанию «Поколение», которая принадлежит Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, генеральным директором которой является все тот же Станислав Неверов, человек, пообещавший Чите газ и районам края новые современные школы. Концессионное соглашение по строительству нескольких детских садов длительное время не исполнялось, несмотря на перечисление компании огромных бюджетных денег. В связи с этим прокуратура признала ничтожность делку Неверова с властями Забайкалья по строительству дошкольных учреждений. В настоящий момент концессионерам уже израсходовано почти полтора миллиарда рублей на возведение этих объектов. В Чите их готовность составляет максимум 25%, а вот в Акше и в Борзе строительством даже и не пахнет. Нами с привлечением управления Федеральной антимонопольной службы краевого проведена проверка. Установлено, что при заключении консессионных соглашений консессионер не соответствовал предъявляемым законным требованиям. В частности, отсутствовали документы, подтверждающие наличие собственных средств, которые обязательства он брал на себя израсходовать на данные объекты. В частности, только по детскому саду в Борзе, это более 70 миллионов рублей. По факту, собственные денежные средства к настоящему моменту консессионер так и не привлек, что, по нашему мнению, позволяет сделать вывод о том, что данные сделки притворные, и мы обратились с соответствующим заявлением в арбитражный суд о признании данного консессионного соглашения недействительным. Концессия, если говорить простыми словами, это своего рода экономия бюджетной казны, потому что консессионер должен вкладывать в строительство свои деньги, а уже потом получать какую-то прибыль. Но это в идеале, то есть так, как она и задумывалась. Но забайкальский абсурд в том, что краевое правительство, во главе с губернатором Осиповым, платит консессионеру деньги за то, что еще даже не сделано. А разбираться приходится вот как сейчас, контрольно-надзорным и правоохранительным органам. Мы провели, значит, по материалам казначейства проверку расходования бюджетных денежных средств, установили, что их часть, предусмотренная на реализацию данных консессионных соглашений на сумму около 50 миллионов рублей, выведенная из казначейского контура и фактически обналичена. В качестве накладных расходов встречными проверками установлена сомнительная операция, и по данному поводу, значит, планируется принятие мер прокурорского реагирования. Помимо доклада прокурора о результатах проверки на этой встрече отчитался и руководитель управления антимонопольной службы, и выводы, мягко говоря, прозвучали далеко не радужные. Вся эта консессионная пляска со строительством детских садов начинает попахивать возбуждением уголовных дел. Там вообще практически работы не ведутся, во-первых, при том, что на сегодняшний день, да, по данному объекту перечислено 146 миллионов рублей. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что изначально мы в рамках нашей проверки выявили в действиях самого консидента со стороны Министерства строительства, дорожного хозяйства нарушение части того, что они вообще практически не имели права с ними заключать данное консессионное соглашение, потому что данный субъект не соответствовал требованиям законодательства. Но консидент принял решение обжаловать наше предупреждение. Сегодня мы находимся в суде с ними, хотя это было больше в защиту именно бюджетных средств, в защиту именно самого консидента. Я так полагаю, все-таки имеют место быть некоторые моменты мошенничества со стороны данного хозсубъекта. Мы изначально говорили о том, что консессионное соглашение предполагает все-таки возведение данного объекта за счет самого консессионера. Здесь не должно быть никакого финансирования со стороны консидента. Я понимаю, почему так действует Министерство строительства, потому что они действительно изначально зашли в эти условия. И сейчас решение социального вопроса, конечно, самый важный и приоритетный момент. Ну, то есть, стройка детских садов. Если мы видим, что в центральных железнодорожных районах 4, ну, хоть что-то там начало сделаться, как говорит у нас и руководитель Франции, и прокурор, то вот в этих вот Акша и город Борзе, которые у нас уважаемая Наталья Юрьевна принесла, по сути, не сделано ничего. Более того, даже не зашли в главу госэкспертизу. Хотя это можно было сделать, и мы совершенно очевидностью это понимаем. Неужели губернатор Осипов, отдав регион под концессии господину Неверову, не знал или не догадывался о том, что ничего хорошего из этих концессионных соглашений не выйдет? Теперь же краевое правительство, переобувшись прямо на лету, просит прокуратуру вмешаться и помочь забрать строительство социально важных объектов обратно себе. Дмитрий Демешин поручил прокурору Края Яновскому провести анализ финансовой и экономической деятельности компании «Поколение», принявшей на себя обязательства по строительству детских садов, а также оценить законность расходования бюджетных денег. При установлении фактов хищения будет немедленно инициирована уголовно-правовая оценка действий всех ответственных и должностных лиц.